Добрый день, дорогие друзья! Солнечный, но ветреный Геленджик приветствует вас! Я нахожусь сейчас на Школьное Прибольное. Здесь рядом храм есть. Зовет сегодня на службу. Поздравляю всех верующих православных с праздником Великим Светлой Пасхи. Христос Воскресе, дорогие друзья! Дай Бог нам всего светлого, ясного и мирного на этой земле. Сюда дальше здесь въезды 50 рублей час. Парковочное место стоит. Мы припарковались абсолютно бесплатно. Нашли парковочное место. Нам повезло, потому что вокруг свободной парковки нет. Это как беда всех курортных городов, в принципе. Отсюда отправляемся на набережную. Цель сегодня посмотреть на курортную жизнь Геленджика. Погулять, покушать где-нибудь вкусно. Я думаю, мы будем кушать туда дачу 25 минут от Геленджика. Шашвычок какой-нибудь, а может быть и на самой набережной. Вот такие планы, непритязательная прогулочная экскурсия для вас. Надеюсь, что будет приятно. Вы поставите лайк, подпишитесь. Ну, а вся информация гораздо быстрее появляется в нашем телеграм-канале. Юрий Озаровский в поиске. Подписывайтесь, будем вам рады. Обниматься, целоваться и выигрывать мое домашнее вино будем каждый день. Либо 500 рублей на счет. Все зависит от того, пьете вы вкусные напитки или нет. Входим мы в таком очень интересном месте. Здесь застывший вид. Называется фонтан двоя влюбленных. И посмотрите, сколько людей здесь гуляет по набережным. Красота! Здесь находится супчик-бульончик столовая. Кстати, она есть у меня на канале на обзоре. Я когда-то ее снимал и показывал все, как выглядело. Как я обижаю белокаменную длиннющую набережную Геленджика. Очень много цветов, зелени, лавочки, мусорки. Ну, такая вот зависть вон общения. Потому что у нас крайне мало пока белокаменных набережных. Но тоже уже появляется потихонечку. Сразу выйти, посмотреть, какая здесь пляжная жизнь есть в этих местах. В купальниках вижу людей. 18 градусов температура воздуха приносит нам свое удовольствие. Вот если бы не ветер северный, который нам холода принес. Ой, какая красота! Вид на горы. Не знаю, хватит у меня еще желания забраться на канадку. Если что, вдруг. Я вас обязательно возьму с собой. Море сейчас чистейшее. Выглядит очень привлекательным. Людей не так уж и много на пляже. Есть купающиеся. Вот там прям в море плавающие. Здесь загорающие люди. И сейчас еще не так много оборудования на пляжах. Поэтому места очень много свободного. Невероятно красивое море. Как оно здесь сейчас выглядит. Хочется прям радоваться. Отсюда мы видим надпись Геленджик. В горах и вторая канатная дорога. Здесь их две. Одна Олимп называется. И вторая Сафари Парк. Мне, по-честному, Сафари Парк зашла больше. Потому что там ты поднимаешься над животным. Но на Олимпе там есть колесо обозрения. В принципе, вы можете посмотреть все это на канале. Давно, давно уже все показывалось. Как говорится, куда ни плюнь. Везде был Азаровский. Все снимал и вам показывал. А я пока залипаю на вид в море. Красота! 15.3. Тут ветер налетел. Туча зашла. Смотрите, поднялась песчаная буря. Улетают лежаки. Но их удалось вроде бы как поймать. Пары бы пришли. Странно, что на кайтах никто по бухте не катает. Вообще прям песчаная буря. Красивые такие зоны у них тут оборудовали. С лавочками, качельками, навесами. Смотрится это очень классно. Песочница на песке. Выглядит прям очень красиво. Но вот лежаки уже готовятся к тому, чтобы появиться на пляжиках и зарабатывать деньги. Ну, парень с матрасами меня вообще порадовал. Хорошо, что они не улетели. Выходишь на набережную и возвращаешься в город, в котором идет жизнь. Очень много людей гуляет. Больше всего меня радует формат одежды. Кто-то в шортах, майках, кто-то в куртках, шапках. Короче, у всех все по-разному. Поэтому ресторанчики заманивают людей на то, чтобы в обед прийти к ним поесть. Я вот теперь думаю, куда нам направо пойти или куда-нибудь влево прогуляться. Значит, мы пойдем в ту сторону, где красиво и много людей. Приняли такое решение. Ну, и вас с собой, собственно, туда и зовем. Пляж, который мы с вами смотрели, это был центральный. Если что, чтобы вы ориентировались. Ну, в тенечке, вы знаете, в летний период, наверное, прогуливаться классно. Когда ты идешь в одной маечке, то такое себе удовольствие. Потому что под ветер это ты очень сильно замерзаешь. Выходим на площадь перед администрацией. Где самое центральное место. И здесь людей еще больше. Здесь, кстати, самый знаменитый памятник Геленджика. Невеста, в которой дача находится. Такая вот красота. Торговый центр с правой стороны Геленджики. Очень много гуляющих людей по этой самой набережной. Потому что в Геленджике это самое центровое место для того, чтобы прийти погулять. Здесь, в левую сторону, есть центральный причал. На котором можно пойти и походить по морю на каком-нибудь из предлагаемых суден. Суденышек. Катеров, катамаранов, больших вот таких кораблей, как там стоят. В общем, выбор такой довольно-таки большой. Вот эта невеста, она прекрасна, если честно. Очень красивый памятник на фоне моря. Из него получаются красивейшие фотографии. Ну, а мы идем дальше смотреть на набережную. Здесь еще одна касса морского причала. Прогулки тоже предлагают. Я сейчас на яхту, если бы только в кухтке пошел. Потому что, ну, очень прохладно. Ну, это с правой стороны. Тоже центральный пляж. Тоже с песочком он фотосессию делает там, ребятки. Людей на пляже, конечно, пока немного. Погода не располагает. Какая красивая и харизматичная женщина в таком костюме сидит. Тут тоже порывы ветра срывают песочек. Поэтому, наверное, там людей так много не сидит. Довольно-таки некомфортно. Чем дальше идем в ту сторону, тем больше людей. Но встречаются уже все лавочки заняты. На отдыхе работают абсолютно все кафе. Вахалавка называется это местечко. Вот, говорит, меня в Телеграме. Чего я вам советую? Там много чего интересного. Подписывайтесь. Я вам честно хочу сказать, что раньше, когда приезжал, у меня прям везде был такой вау-вау-вау эффект. Сейчас иду. Ну, прикольно, классно, чистенько, удобно, уютненько. Но почему-то вау-эффекта уже не вызывает. Наверное, потому что я первый раз здесь и ко всему уже привык. Вообще, все пляжи Геленджика расположены полностью в бухте. Здесь на центре они песчаные. Туда дальше по бокам будут каменные пляжи. Их тут очень много. В Геленджике самая длинная прекрасная набережная. Там на мысу можно выезжать, купаться на пляжиках. В ту сторону там был тоже интересный пляж. Называлась Сосновка. Не знаю, как она сейчас функционирует, но мне в Сосновке туда понравилось больше всего. Красивейшие виды. Лесенка вниз. В общем, красота дай только. Еще что очень меня зацепило и хотелось, чтобы в Анапе это тоже было, то с правой стороны мы подходим, бесплатная детская площадка. Она очень большая, там много всего. И детей туда приводят абсолютно все, чтобы они побегали, прозвлекались. Сейчас появились и новые парки. Писали в комментариях, Юра, покажи их. Но если сил хватит, мы туда тоже обязательно сходим. Это называется городской пляж Лермонтовский. Все пляжики подписаны, чтобы было легче к ним обращаться и находить. Здесь ребята красят свою спасательную вышку. Пляж здесь поуже, но тоже на нем песочек. Здесь есть и своя золотая рыбка, как в Сочи. Ну и вот золотая рыбка. Детская площадка. Очень большая зона, ребят. Прям и скамеечки для родителей. Полазать и детям покататься. Круто. И это все еще находится в тени деревьев. Поэтому здесь собирается очень много детей. Особенно в летний период времени. Вот этому месту я прям очень завидую. Но впереди нас ждет фонтан. Уф. Вот так по фонтану видно, насколько сильный здесь ветер. У меня очень плотно одета кепка. Ее тоже сносят. Вот что тут не сделаешь, так как я делаю в Анапе, это не побегать по пляжам. Сейчас парень пробежал. Неудобнее по песку, чтобы при моем весе не страдали суставы. Не страдали, но не так сильно. Мы входим в дачу в аллею. Это вот места, которым завидую очень сильно. Это большущие прогулочные зоны. У нас вдоль моря до речки Анапки сейчас вместо прогулочной зоны будут строить новый комплекс в Анапе. А здесь вам, пожалуйста, сосны. Ну вот, собственно, и граница пляжей. Дальше пошли уже с галькой, камнями. Раньше вообще-то такие камни, валуны валялись. Ну все, потихонечку облагораживается. То есть зона отдыха, музыка играет, люди отдыхают. Прям красотища. С левой стороны песчаные пляжи. Ну и морюшко. Можете сами видеть, как оно здесь смотрится. О, здесь еще один молд для яхты. В общем, яхты очень востребованы. На них зарабатывают большущие деньги. Поэтому их здесь крайне много. Ну и якорь здесь стоит, возле которого люди фотографируются. Дальше у нас будет фонтан морской, который и сейчас работает. Загорающие люди. Красота. Вид на набережную с морюшка. Ну просто посмотрите, насколько здесь большой поток людей, гуляющих по набережной. Понятно, что праздник. Если, думаю, ветра бы не было, еще теплее было, мы бы с вами людей видели еще гораздо больше. На пляжах детские площадки. Я так понимаю, что это уже за отдельную плату. Ну, либо это пляжи именно санаториев. Вот это мне прям нравится. Кекс. Топчик названия. Зачем сюда приходят за кексом? А что нет-то? И вот уже внутри леса. Который здесь, прямо на берегу моря, сосновый. Представляете, какой здесь аромат, насколько полезен. Этот воздух морской, фитонциды, сосен. Здесь у них и такая зона, чтобы на улице можно было посидеть. И доставка, смотрю, есть. И дальше мы смотрим на пляжи, которые теперь тут ограничены бунами. Везде какая-то коммерция имеется. И на берегу в том числе. Вот реально вспоминаю, как раньше было. Потому что в самом детстве еще приезжал сюда. Мы отдыхали в каком-то из санаторий. Уже не вспомню туда по путевкам. Самые более-менее оборудованные пляжи начинались вот там, где центральный песчаный заканчивается сейчас. Тогда они еще песчаными не были. И тут вообще такие валуны были. Все было интересно, как люди купаются. Видите, другой уже песок завезен. Здесь очень красивая скульптура акул. Мотивирует на купание всех тех, кто их боится. И очень много разнообразных цветочков, зелени. В этом плане здесь прогуливаться в парке очень красиво. Какие розы. Ночной клуб, ресторан, пляж. Все здесь лагуна ждет вас. И опять вот как-то, знаете, поток и натубаться. Никого-то опять плотно людей идут. Противоположные стороны здесь кофейни, мороженое можно купить. Это зона для игры в Питанк. Какие интересные лавочки сделаны. Классно смотрятся мусорки. Хлопак называется. Узбекская кухня с левой стороны. Класс такое воздушное кафе. На улице строят сразу ценники. Ну, ценники в курортных городах зашкаливают. К большому сожалению. Поэтому вот мы поесть, поедем немножечко в сторонку. Там, я что ценник, очень даже неплохой. Сансет бар и Сайгон. Вьетнамское кафе. Такие заведения, как бы разных кухонь, предлагают вам отведать свои ества. Правильно, да. Следующее заведение называется Рыбинск. И рядом с ним находится смотровая площадка, где мы с вами сейчас и увидим фонтан морской. Тут местными моментами продувает ветер так, что аж сдувает. Для меня это удивительно, что сквозь деревья настолько сильно проходят потоки воздуха. Я когда впервые увидел, действительно у меня тоже эта площадка вызвала такой вау-эффект. Мне очень понравилось, как она смотрится. Это стеклянная набережная. У нас теперь тоже возле кафе Шатерванапи есть кусочек такой. Вместо есть каменечки. Посидели, понаблюдали, понаслаждались, кажется, в полной мере. О чем еще можно мечтать на отдыхе? О красивых видах на море. А если в море есть еще и фонтан, то это вдвойне великолепнее. Я даже снимал его с квадрокоптера. Есть у меня такое видео на канале. Смотрите обязательно. Как вам? Красиво смотрится. Одно из самых притягательных мест это море и фонтан. Стеклянная набережная. Очень красиво оно смотрится, это местечко в Гимнджике. Если вы были здесь, напишите обязательно ваш отзыв, как вам. Мне будет интересно узнать ваш ответ. Посмотрите фонтанчик, ребятки. Это уже дальше того морского фонтана проходим. Здесь еще одна детская площадка. Как я этому прям очень сильно завидую. Сыроварня, ресторан, сыроварня, лавка. Мы дошли до памятника Ассоли. Здесь на памятнике у нее прям очень сильно натертая грудь. Наверное, девчули со всех троев нашей необъятной родины слетаются сюда, чтобы потереть ее грудь и увеличить тем самым в своем. Возможно, именно так это работает. Кстати, в скором времени, помимо роз, еще зацветут и юки. Мы этого цветения очень ждем. Там еще одни имеются кафе, бары, рестораны. Ну и дальше набережная, в принципе, идет в таком же духе. Фонтанчики, много зелени, много мест, где посидеть. И с шикарным видом на море. Это очень классно, когда есть такие прогулочные места. Здесь гуляй, как говорится, в удовольствии. Единственное, к нам была на пути такие же длинные. Ну, возможно, в скором времени, когда сделают новые отрезки набережной. У нас тоже так будет. Потому что место у нас позволяет. Здесь все-таки ты выходишь в море, смотришь, вокруг тебя бухта. А у нас открытое море. Ну, я не хочу как бы мериться тем, где лучше, где хуже. Потому что каждому свой берег всегда. И я советую выбирать его именно по своей душе и по своим виниям и взглядам. Вот так вот, ребята. Так, Максим, не трогай эту женщину за грудь. Ты что делаешь? Прогулочку возле осоли мы заканчиваем. Здесь еще заведение. И пойдем в обратную сторону уже сверху. Поснимаем все это с других немножко ракурсов. Чтобы, возможно, вы увидели эту набережную. И с другой стороны. Хотя бы давайте в одно заведение посмотрим, что почем стоит. Больше предлагают выпить. Разные вина. Так. Ну, если там говорить о том, что я обедаю рублей на 600 обычно хорошо в разных столовых, то здесь немножечко как бы дороговато для меня. Но это и ресторан на берегу моря. Геленджик дороже, чем Анапа. Поэтому пока мне не сюда точно. Ну, а так, заведение здесь, как я вначале рассказывал, столовая, которая делала обзор. Там тоже вполне себе недорого и хорошо. Мы сейчас захотели все кушать. И отправляемся кушать шашлык. Как я и говорил, минут 25 за Геленджик. Здесь живут белочки. Единственный минус, наверное, этой набережной, то, что вот коммерция все-таки вдоль берега мешает. Виду на море. Представьте бы, если ее не было, вы идете по лесу, смотрите на морочку. А так она только сквозь редкие окошки проглядывается. Ну, это, наверное, немножко минус. Тут люди увидели белочку, все с телефоном, смотрят на нее, фотографируют. Красота. Давайте мы тоже глянем. Вот она, красавица. Орешки все привезет. Вот, короче, отжимают тот домик у белочки. Смотрите, как ее зовут за орешками. Ай, какая. Брать, не брать, а стесняется. Белочки кушают с ручек. Ребята тут прям боюсь ее проводят по питанку. Территория Приморья, и туда дальше через нее можно выйти в город. Ну, тут таких спусков очень много. То есть, не обязательно приезжать там, где мы остановились. Если не вначале, и пойти полностью по всей набережной гулять, тоже будет вполне себе неплохо. Гольф, банкеты. Это мини-гольф здесь играет. Очень красивое такое здание, рядышком с которым сидит флейтист. Класс. Торговые павильончики тоже вовсе работают. И опять на солнечную набережную глянчика. Выходим, видите, на светлую сторону. Вахлавка, которую мы проходили в обратном направлении. Можно посмотреть, что здесь по ценникам. Мне всегда нравится по супам. Смотреть, но тут что-то я супов не вижу. А вот супы. Вообще, домашняя с курицей 390 рублей. Ладно, пойдемте. Или хинкали на по 120. Когда у нас там старик хинкали по 60 предлагает. Вот это ураганище просто. Да, бедные люди на пляжах. Я точно вам говорил, что я прям удивлен, что так резко приходят сильные порывы. Мы сейчас идем под глотаном. Это ломкое дерево. Будем надеяться, что нас не унесет. Я вот честно люблю ветер. Нахожусь часто в море под ним. И вот такие порывы это очень редко. Когда там будет и прям выдергивает тебя. Такой мощный, потому что он увеличил ветер. Допустим, он дул где-то метров 10, а он встал 25. То есть в два с половиной раза. Это очень круто. Так, для вкусного шашлыка нам осталось 6 минут 6 километров. Выезжаем из Геленджика в правую сторону. Это немножко дальше. Поворот на Дивноморское. Я думаю, что по названию местечка вы его обязательно найдете. Вот он поворот на Дивноморское. Посмотрите, какая здесь шикарная трасса. Вообще безна теперь Геленджика. Ну, дальше, к сожалению, ее еще не сделали. Там буквально за поворотом две полосы и серпантины. Посмотрите, сколько акации. Как это красиво смотрится. Мы вот уже едем вдоль реки, на которой будет проходиться то самое кафе. Местечко называется кафе Лесное. Мы говорим, что они сюда даже приезжают из Анапы покушать шашлычка. Что очень вкусно. И им здесь нравится с 10 до 2 часов работает это местечко. Вот уже ребята жарят шашлычок на уезде. Ищем парковочку и пойдем поедим. Ну, дальше Лесное 2. Выбирайте себе Лесное по свой вкус. Нет. Вот-вот, парковочных мест нет, ребята. Мы приехали в обед. И теперь самый большой вопрос. Есть ли тут вообще места? Совет от Романа, моего подписчика. Ему спасибо за него. Надеюсь, что мы найдем все местечко, чтобы поесть. Первый, да? Санузел крутой. Прямо подсветочки там, летящие потолки. Я думаю, что многих дома такого не видели. Раковина, смотрите, с камушком. Ну, все стилизовано на то, что мы находимся в кафе Лесное. Вот, как говорится, вход через туалет был вот такой вот. В общем, такие классные эмоции вызвал туалет. Но здесь, как казалось, полная посадка. Сейчас Максим пойдет узнает. Вообще, сколько по времени надо подождать, чтобы зайти здесь поесть. Ну, говорят, Лесное 2 тоже их кафе. Можно проехать дальше. Ну, блин. Как так-то? Внутри все занято. На улице вроде как присесть есть где места. Заходим, смотрим. Вот так вот. Ну, вот, собственно, столики имеются. Там большие компании везде сидят. Дальше река. Места вроде бы есть. Даже возле речки нужно присесть. А сюда, смотрите, спускаемся вниз и выходим к самой реке. Даже здесь еще ближе. Слушайте, можно сидеть и есть прямо у самой реки. Очень круто. Акация, лес, речка. Осталось только попробовать, как здесь будет. Здесь за столами вообще полный обезет. То есть люди по телефону бронируют столы. Многие зарезервированы. Вот сейчас либо здесь, либо получится вообще вот там, где может быть ушли от реки и там поедем. Короче, я такого не встречал. Чтобы вообще все забронировано. Смотрим по ценникам. Честно, хочу сказать, что нет такого, что тут прям очень дорого. Я заказал и борщик там, и шею, и ребрышки. Но основное блюдо у нас будет люля, как нам, собственно, наш подписчик и советовал. То есть потестируем. Все, что смогу, съем. Остальное поднаткусываю. Вот здесь вот выбор еще других. Ну и вина разнообразная. Но то, что здесь все забитое, это говорит о том, что заведение очень хорошее, востребованное. Будем пробовать с таким вот видом покушать прямо возле реки. То есть вот наш стол. Девушек не показываю, наши красавицы, чтобы их не смущали потом в комментариях. И вот мы сидим и едим. Просто я так никогда не ел, честно, в кафе. А вы? Это первые напитки. Слушайте, у нас одни трезвенники собрались. И кто не пьет? Девчонки такое ощущение, как будто думают, что с ними что-то случится. Если они выпьют. Девчонки, и так случится, не переживайте. Пейте. Давайте за встречу, за этот вечер. Борщик стоимостью 250. Подача олечок, чесночок, перец, острый, сметанка. То есть красиво. Дальше у нас заказан такой вот горячий хрустящий лаваш. Катофель фри. Тоже интересно было попробовать. Дегустация борща. Борщик как борщик. Я бы не сказал, что там какой-то вау-эффект. Вкусно, хорошо, все проварено, не разварено. Отличный борщик. Все, что можно сказать. Овощи запеченные, подача. Баклажан уже шкуру содрали. А по-моему, с перчика придется самим. Фри. Картофель. Тоненькая корочка, хрустящий, вкусный, свежий. За картошечку прям лайк. Борщ мне тоже очень понравился. Ну, без вау-эффекта. Классно, вкусно. Не хватало кусочка сала. Главное блюдо этого вечера. Это люля-кебаб. Мы брали куриные все. У нас где-то 7 люляшек. Чуть шею взял попробовать. Ребрышка. Картошечка. Сверху лучок от оформления. И с той стороны у нас примерно так же оформлены тарелки. То есть вот две тарелочки у нас вышло. Мы, дорогие, начинаем с люля. Ну, Максим, твой вердикт. Интересно, это невкусно или что? Необычно. Такое я не пробую. Слушайте, оно как будто с корочкой сверху. Они не очень сочные, потому что сока вы видите, что с них не течет. Но поэтому внутри, под этой корочкой, довольно-таки нежное, вкусное мясо. Необычно. Вот он правильно говорит, что я не могу сказать, что супер там люля. Но очень вкусные. Я уверен, что они вам понравятся 100%. Ну, класс. Давайте попробуем шейку. Прям так. Это топ мяса, которое прям расставило во рту с первого кусочка. Вообще, что ж, лычник бог. Когда кусаешь мясо, по нему уже сразу все понятно. Ребрышки. По специям отлично. Нежные, мягкие, но шея просто бомба. Картошечка давайте попробуем. Картошка просто отваренная и немножко обжаренная на мангале. То есть никаких там вау-эффектов от нее не будет. И практически без специи. Ну, просто вареная, подкопченая картошка. Посмотрим, что у нас получилось. По ценникам здесь вы видите. Все, мы этих женщин больше никуда не повезем. Мы вообще ничего не съели с Максимом. Ну, все, как хлебушка, вкусочек. Это просто жуть, короче. Девчонки, вы невыгодные. Простите. Пока. Краткий отзыв. Слушайте, ну, мне, в принципе, все понравилось. Больше все зашла свиная шея. По-моему, как бы, вот картошка за 800 рублей килограмм отваренная. Просто чуть поджаренная на мангале. Блин, ну, не знаю, такое себе. А так вкусно, классно. Единственное, что вот в пик, наверное, не приходить, когда все занято, чтобы побыстрее было обслуживание. Я доволен. Максим, как у тебя ощущения? Ну, тоже, что нравится. Лепешка зашла. Шашлык отличный. Шея вообще хорошая. И место. Понравилось, да? Что тебе не понравилось? Девочек были претензии по люля. Им не зашло, что такое консистенции, как губка. Максим говорит, что они как будто мелкую сетку на мясорубке они прогнали их. И из-за этого, то есть, получилась такая другая консистенция. Ну, мы просто в Анапе привыкли немножко к другой люляшке, который называют куриные. И поэтому, мне кажется, у них у всех такие ощущения. Здесь к ним нет претензий к люля-кебабу, потому что там чисто была курица, скорее всего, даже грудка, потому что они были белые. И нас предупредила сразу официантка, что они будут с дополнением с ними. Поэтому вот лично у меня никаких вопросов нет. Они вкусные, классные были. Ждем ваших отзывов, ребята, если вдруг вы здесь ели. Потому что, в принципе, все хорошо, все классно. Мы все на четверых объелись. То есть, у нас вышло по 1400 примерно на человека. Но мы объелись и не брали крепких алкогольных напитков. Ценник немножко выше среднего, можно назвать. Но мы сидим в таком шикарном месте. Поэтому все хорошо. Двигаемся дальше. Я еще тут Роман написал, что где-то в речке тут есть рыбки. Роман, здесь рыбы нет. Не, ну я уверен, что она есть. Возможно, здесь... А вон они, смотрите, рыбки. Вот-вот-вот-вот. По течению идут. Возможно, это даже в форельке. И где-то, походив по реке, можно найти довольно-таки крупные экземпляры. Бонусом к сегодняшнему видео будет парк Молодежный, который открылся в марте этого года. Довольно-таки новый. На входе мы стоим. Пока все нравится. Арочка, по крайней мере, красивая здесь. Вокруг все чисто. Деревья большие. Уже привязаны. Как раз-таки под ветер такой надо. И парк Молодежный. Здравствуй. Посмотрим, что здесь. Первое покрытие у нас бетонное. Частично-частично тротуарная плитка вывозная. И здесь тоже формат бетона. Сделано ландшафтное озеленение. То есть не просто ровненькое, а с бугорками. Много видеокамер. Освещение, столбы тоже довольно-таки интересно смотрятся. Мусорки. Воспользуемся. Есть лавочки. На первый взгляд довольно-таки симпатично смотрится. Хочется, чтобы в нашей жизни как можно больше становилось разнообразных парков. Кстати, лавочки очень клевые. Слушай, из чего они? Такое ощущение, значит, пластиковое, потому что они холодные. Это плюсом даже является. Может быть, это тоже, я так понимаю, освещение сделано. Такое декоративное, значит, в ночное вечернее время он бы выглядел тоже очень красиво. Как тебе вот первый свежий взгляд? Ты как вот москвич, привыкший к этим паркам, ко всему. Ну, прикольно. Интересно смотрится. Вот это до посвящения, так понимаю, реализовано. Для меня парковое пространство, это в первую очередь, там, гулять между деревьев, по зеленью, валяться на травке. Поэтому ругаться как-то на людей, что они зашли на траву, наверное, будет крайне неверно. Вот такие еще фонари есть. Формат тоже очень симпатично смотрится. Слушай, он такой немаленький. Прям, ух, туда. Слушайте, я начинаю завидовать Геленджику. Прям, у них тут столько много всего интересного, классного, крутого появляется во всех разных местах. А где в Анапе? У нас Орехово роща там уже год. Не могут доделать. Что за фигня? Впереди я вижу, что есть какой-то амфитеатр. Давайте, наверное, туда зайдем. Вокруг забора высажены туи. Понял, чтобы этот забор во глаза не бросался. Здесь амфитеатр находится. Причем амфитеатр у нас между трибунами. Газон посеян, на которых можно посидеть. Но здесь сцена, в которой можно выступать, проводить какие-то молодежные представления. А сверху такого формата деревья. Прикольно. На самом деле, очень много таких интересных вещей. Здесь помимо новых высаженных, видим, что и старые деревни сохранены. Они прям высоченные. Смотрятся очень красиво. Я, по крайней мере, очень-очень люблю высокие деревья. Здесь парк дает почувствовать себя как бы, как и в новом, да, с новыми деревьями. Так и старый уже, как будто он долгое время здесь находится. Везде все в одном стиле сделано. Печатный, да, по-моему, этот бетон называется. Все вспоминаю. Вспоминаю, как его правильно обозвать. Дальше мы видим водоемчик с фонтанами. Здесь у нас нижняя подсветочка сделана. И выходим на палубную доску. Что-то мне прям очень нравится. Как это выглядит. Может, какие-то черепашки водятся. Рыбки плавают. То есть формат интересный. Плюс фонтанчик. Ну, сами можете посмотреть, как это все красиво. Тут, в правой стороне, сейчас сухой ручей. Ну, как тебе? Прикольно, да? Здесь водоем гораздо глубже. Да. То есть поднимается. То есть еще может до уровня него подняться. Я думаю, во время дождей собирается дождевая вода. Причем тут, видишь, как фильтровочные станции, что ли, такое находится. Вот, если ошибаюсь, что это такое. Ну, классно выглядит. Интересно, вот, рыбка в этом водоеме есть. Потому что с фонтаном, мне кажется, ей там было бы прям очень комфортно. Вроде бы ничего такого, да, сверх. Вау. То есть, ну, все круто смотрится. Тут тоже вот внутри, как будто работает для рыбы. Чтобы больше воздуха было в водоемочке. Классно, такая база в глубину уходит. Интересно все. Дальше у нас видно, что ограничения. Тут уже пока стоит вокруг него есть дорожка. Прогулочная зона. Там, как бы, мы переходим в более такую лесную уже, что ли, зону. С правой стороны что-то вроде тростника здесь произрастает. Но он пока устрижен. Вот, посмотрите, ребятки, на вид. Озеро, горы, красота. Там дорожка уводит чисто в лес, либо вокруг озера. Решили чуть вернуться обратно и сразу отсюда посмотреть, как выглядит и санузел. Здесь фонари становятся такие пониже. Интересно, как они дают освещение, конечно. Ну, вот здесь комната матери и ребенка обозначены. С левой стороны в женский и мужской залы. Туда еще один арочный выход. Территория также туями. Дорожно высажены. Тоже новые, довольно-таки высокие деревья. Мужской. Ну, все простенько, классненько. Супер. Правила пользования прям что-нибудь заделать. Дорожки, деревья. Значит, ну здесь прям круто. Гамаки. Здесь предусмотрено то, что вы будете ходить по газону. Ну, и ребята, в принципе, здесь этим пользуются. Если кого-то качают, там даже на двоих, на троих гамачки есть. Круто. Слушайте, выглядит прям вау. Хочу тоже себе гамак. Максим тоже качает. Девчули, сразу двоих. Все, это мой гамак. Ай, красота. Кто-то поел, бросил. Что за люди у нас? Только не упасть бы. Слушайте. Все. Все, мои дорогие друзья. Это мой любимый парк, который я посетил. Потому что здесь есть гамак, который выдерживает меня. Я на нем лежу. Прям вообще красота. Ох, однозначно, Ларь. Слушайте, что-то мне кажется, ну прям сильно развитие того самого Геленджика с такими парками обвиняет на Шанапу. Ждем, конечно, ответ от императорского парка. Там Ореховая роща. Может быть, конечно, они все это перебьют. Ну, посмотрим. Надеемся, верим. На местечко мне это прям очень понравилось. Я где-то минут 10 сам пролежал на вот этом гамаке. Получил максимум удовольствия. На двух яручных гамаках здесь идти контроль, чтобы не перевернулся никто. Ну, идемте дальше смотреть. А то так можно никуда не уйти. Как тут прикольно спрятали за туйками детскую зону. Детским площадкам Геленджика я 100% завидую. Вот где с левой стороны много скамеечек. Там одна горочка и лазовка. Скамеечек тут прям больше поставили. Я бы интересно. Зачем и почему? Есть песочница. Такой маленький детский домик. Ну, и дальше комплексы, на которых можно полазить довольно-таки большой, высоченный. Можете видеть, сколько там детей. Второй такой комплекс – это корабль находится. Посередине высадили деревья. Качельки обычные. Резиновое покрытие везде. Вот все. Очень круто смотрится. Можно позавидовать таким, конечно, большим комплексом. Корабль тоже крутой. Вот комплекс, который мы только что посмотрели. И идем дальше к морю. Все, что все больше и больше доберут завидки. Эх, какова красота. Так, далее у нас сутбольно-волейбольный и баскетбольный комплекс. С левой стороны здесь мы видим, что уже газоны. Косят, ребята, одна туя засохла. Зато четыре выжили. И большой камень. Я думаю, что это как памятник. Надо прочитать, что тут на нем. На нем пока ничего нету. Ну, просто камень. Наверное, в будущем что-то напишет. Баскетбольно-футбольно-волейбольный комплекс. С стерками, воротами. И там занимаются ребята спортом. Тут еще есть вокал-площадка. Вокал-площадка тоже довольно-таки большая. Тренажеров много. И пресс покачать, поподтягиваться. Тут тренажеры на разные группы мышц позаниматься. Перекладины, брусья. Брусья, причем тут широкие. Там чуть поуже. С чего здесь только нет. Освещение, деревья, тенечек, скамеечки. Причем, видите, они повторные тренажеры. По всей площадке растянутся. Чтобы каждый мог найти себе по своему вкусу. И другим не мешать. Ребята, смотри, что Максим себе купил. Братан, я, конечно, все понимаю, что это. Игрушка. Это диод даже есть. Охренеть. Что ты играться будешь? Она бегает. Вот это да. Так, ну, воркаут площадку мы увидели. Кстати, в Императорском у нас прям очень крутая будет. Вот как и в Краснодарском парке там веса выставлять можно. Но здесь концепция меня прям очень радует. Здесь газончики еще не подстригли. Но очень много зон для того, чтобы там как-то разместиться. Пикник. То есть большая. Ну, либо сюда не стали кладывать деньги для облагораживания. Вечно зеленые посерединке. И там тоже очень много разной зелени высажены. Вот сюда что там такое торчит интересного. В левую сторону там тоже есть дорожка вдоль забора. Давайте вот по вот этой пройдем. Все-таки здесь палубная доска. Подсветка снизу. Я так понимаю, чтобы не мешать основной задумке авторов. То есть вот эти вот фонарики. Я так понимаю, что ночью горят. И здесь очень красиво и атмосферно прогуливаться по ней. Здесь вставлены старые деревья. Добавлены новые сосны между ними. Ну, выглядит очень интересно. А вот тут мы попадаем на такую террасу в виде лепестков. А среди деревья у нее сделаны. Здесь тоже можно отдыхать. Это уже с видом туда дальше на море. Клево, слушайте. В общем, мне это место нравится все больше и больше. Интересно, конечно, как вам. Ну, можно было идти вот по такой вот аллейке. Тоже было бы неплохо. Красота подсветочки. Здесь тоже альпийская горочка. Сделано очень клево. Мне, честно, нравится. Здесь я смотрю, что сосны высажены. Что-то уже или погибли. И выход на пляжную территорию. Тут же можно ходить по этому газону. И подняться можно. Увидеть какие-то вот скамеечки. Пришел такой, сел и кайфуй. Му-му. Очень симпатично здесь. Тоже такая прогулочная зона. С фонарями, с подсветкой. И вы вышли, кстати, в открытое море. То есть это уже не бухта Геленджика, а красота. Какая-то задача краски вне входа в бухту. Какое-то морешко чистое. Фотосессия ожидания чуда. Накватория позволяет купаться. Там вот дальше люди загорают. Сейчас какая-то температура водички. Собственно, вид на эту бухту. Ну, туда дальше люди выходят на мол, проходят. Там рыбаки сидят. Дальше лес на берегу. Слушайте, температуру водички здесь на закате показывают 19,3. Потому что в бухте мы мерили там вообще 15 с небольшим было. А здесь прям хорошая, классная температура. В общем, еще с берега посмотрите на этот парк. Мы решили дойти до Буна. Тут вот с этой стороны дорожка есть. Я думаю, мы по ней и вернемся. Отсюда вижу, что здесь еще один туалет есть. А туда, вот по берегу, мы видим и посмотрим на пляж этот с моря. Сейчас эта территория. Тут вот одни ребята сидят, пьют. Там дальше другие ребята сидят, пьют. Тут на берегу ребята сидят, пьют. То есть везде кто-то сидит, пьет. Это пьяный пляж, назовем. Дальше там лес. Какие-то заброшки. Вот это местечки. А тут вход гораздо удобнее, чем дальше с молодежного пляж. Видно, что тут местами песочек. Тоже, тоже интересно, что за местечко. Видим надпись Геленджи. Горы. Сюда вижу, что приезжают на машинах. На это место. Здесь ребята называется Тонкий мыс. Улетный берег. Вот так вот. Здесь обещают прям пляж. Оборудованный, классный. Так что сможете сюда приезжать на отдых. На машинках в открытом море. Там, если просто парк молодежный, мы прогулялись здесь теперь. Так как то место востребовано, тоже оборудуют все. И можно будет на отдыхе здесь получать максимальное количество удовольствия и радости, и счастья. Чего могу сказать? Круто, друзья. Там, то есть, в Старрдетт Парк небольшой лесок. А тут дача по переговоре нет. Думаю, еще можно продвинуться. В общем, пляжная территория Кельмджика явно увеличилась, друзья. Ага. То есть, разных женщин будешь привозить, да? Вот так вот. Все, мы поняли. Дальше лучше не говорят, то тебя уже... Еще две женщины. Еще две женщины надо, как минимум. Вот такая красота, ребятки. То есть, было бы видно, если бы не поднялись по ступенькам, потому что здесь целая набережная. Там еще какие-то укрепления из бетона залито. В общем, интересно, конечно, что здесь раньше было. Ну, мы, по крайней мере, сейчас можем гулять. Наверное, вот такие же дома строились. И там, вот за этими гаражами. И дойти что-то дальше. Впервые хочу увидеть, как это все здесь выглядит. Вот так прям... Вау, вид такой. Красота, море, я, ты. Блин, сколько мест интересных, в которых ты еще не бывал, приезжаешь и удивляешься. Я думал, что Геленджик вдоль и поперек весь исходил, все видел, что только можно. Но появился новый парк, приехали здесь, увидели новые зоны. Дальше идем, тут тоже, видите, снизу, вот эти или гаражи, заброшки, или что-то, даже не знаю, как называется. И сюда тоже подъем из лестниц есть. И там сверху находятся то ли эллинги, то ли квартиры. То есть, даже не знаю, как правильно это называть. Там тоже прогулочная зона, и ты понимаешь, что и туда дальше должен был такой полностью комплекс построить. Еще было прикольно, такое крутое берега укрепления. Ну, сейчас это выглядит вот так вот. Сдаю в аренду. Слушайте, лучше отдых в Геленджике. Снять здесь эллинг и приезжать вот так вот на море отдыхать на берегу. Круто. Как тебе, Макс? Вот две квартиры, да? Да. Здесь еще одна такая лесенка есть. Ну, теперь понятно, что вот отсюда прилетает, все сюда засыпает. Вот полны туда уходят. Сильные шторма. Так, мне больше интересно получится все-таки выйти на самый-самый мыс у нас или там какая-нибудь будет преграда. Здесь вот очередной бум и пошел такой поворот. О, сюда же прям на машине можно сюда подъезжать. На лодке привозить там или еще что-то. Так. Пойдем все-таки дойдем. Там как будто еще какая-то набережная есть. Ведь чем дальше влез, тем интереснее все здесь становится. Так, что-то, мне кажется, какая-то тут частная территория начинается. Прям интересно, если я туда схожу на Бунна, меня сильно поругаться будут или нет. Вроде как бы набережная, но здесь Екатерина, гостиница. Я просто мечтал дойти и увидеть всю бухту откуда-то. Ну, пока тут попал на частный пляж, что ли. Или какая-то территория закрыта. Ну, ладно, пока не ругаются. Заборов мы не встретили. Двигаемся. Придут, выгонят. Ну, значит, так тому и быть. Видите, вот как они отгородились, чтобы на их пляж не залетала сюда вода. Ну, тут что-то, типа, тоже, знаете, таких домиков эллингов реализовано. Представьте, насколько сильный шторм, что он вот эти фэски просто взял, подвинул. Ну, и вид на бухту Геленджика. Дальше Сосновка. Там спуск, я ее узнаю, где была лестница. Дальше уже Девноморская. И вид с надписью Геленджик. Красиво. Где-то здесь происходят заплывы. Может быть, когда-нибудь удастся в них поучаствовать. С одной части на другую переплывают бухту. Геленджикская миля, так называемая. Так, смотрите, здесь инжир растет прям. Вышли за эти эллинги, которые с той стороны. Видите, это они выглядят гораздо интереснее, потому что сюда шторм не приходит. И двигаемся по дороге. Тут много фруктовых деревьев. Возвращение у нас полностью по дорожке, которая вдаль забора идет. Справа от моря. Слушайте, ну, шикарный парк. Мне очень понравился. Прогулочная зона сделана супер. Ничего такого сверх какого-то естественно здесь нету. Поэтому благодарочка. Хотим, чтобы как можно больше на курорт остановилось. Именно таких мест меньше отдавались под застройку. Потому что номера, по-честному, ребят, не приносят денег. Если их будет бесчисленное количество, это не значит, что город будет развиваться, курорт будет развиваться. Вот если будет качество территории улучшаться, то цены на ваши номера, которые уже есть, будут увеличиваться. И это будет вам давать возможность улучшать качество услуг, предоставляемых нашим гостям. Собственно, благодаря таким зонам, которые будут к нам приезжать в большем количестве. Ждем, надеемся и верим в силу наших, говорится, руководителей, что нас приведут куда-то в такое светлое будущее. Чтобы вот этот парк был обыденностью нашей. Куда пойти? Ну вот в парке прогуляемся мы. А не просто с вау-эффектом выходить в такие места. Ждем, надеемся и верим. Дамы и господа. Друзья, ну я очень надеюсь, что сегодняшний обзор вам понравился. Мы поели, погуляли. Есть возможность донать еще, поддерживайте. По номеру телефона 898-8333-7887. А если нет, не поддерживайте. Как говорится, будем живы, не помрем, и обзоры мы свернем. Читайте в комментариях. Пожалуйста, запусти трансляцию. Погуляем с вами. Не получается, так как здесь со связью. Беда, мы переезжаем с места на место, и она не везде ловит. А так, в видео вы посмотрите много интересного, коротко, быстро и ясно. С вами был Юрий Азаровский и вся моя губкомпания. Вам привет, Черноморский. Увидимся в следующем видео. Не прощаемся. Добавляйтесь в телеграм-канал, выигрывайте вино от меня, либо 500 рублей на счет каждый день. Вчера я, правда, проспал. Точнее, уснул рано. Поэтому прошу понять и простить. Но сегодня конкурс будет 100%. Все. Пока-пока.